Хвала Тебя, наш Господь! Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит, им и дети, и вы виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника, управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же сказал в ответ одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динарию ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». И восходя в Иерусалим, Иисус с дорогой отозвал двенадцать учеников своих и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященниками и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступили к нему мать, сыновей Зеведеевых, с сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у Него. Иисус сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына Мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве Твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» А они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу Мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Но кому уготовано отцом Моим?» Услышав сие, проще десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подвозглав их, сказал им, «Знаете, что князья народом господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Деррихона, за Ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от Меня?» Они говорят Ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Иисусом. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебя, наш милосердный, любящий Господь, долготерпеливый и многомилостивый! Господи, Ты благословил нас войти в Великий пост! Укрепи наши силы, дабы благополучно пройти Его и встретить Пасху Христову! Слава Тебе, Иисус! Благодарим Тебя, Господи! И вот этот новый день, которого никогда еще не было, мы не знаем, что он нам принесет, но научись за все благодарить Тебя, никогда не роптать, никому не завидовать и жить экономно, довольствуясь пищей и одеянием, и каждому дару и жилью. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Господи, пошли добрых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, и всем возвести о любви Твоей! Ибо так возлюбил Бог мир, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, Господи! Благодарим Тебя за милости Твои, явленные нам и в этом дне! Аллилуйя! Господи, прими нашу молитву! Силою Твоей веселится Царь, и о спасении Твоем безмерно радуется! Ты дал Ему, чего желало сердце Его, и прошение уст Его не отринул, ибо Ты встретил Его благоскловениями благости, возложил на голову венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал Ему долгоденствие на век и век. Велика слава Его в спасении Твоем! Ты возложил на Него честь и величие! Ты положил на Него благословение на веки! Возвеселил Его радостью лица Твоего! Ибо Царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколебрится! Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, ясница Твоя найдет ненавидящих Тебя! Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную! Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь! Ты истребишь плод их с земли, семя их и среды сынов человеческих! Ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их! Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лицо их! Вознесись, Господи, силою Твоею! Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава Тебе, наш Бог Иегова! Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна слава Его! Аллилуйя! Слава Вышнему Богу! На земле мир, в человеках благоволение! Аллилуйя! Господи, благодарю Тебя за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне в руки Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на канонной церкви. Слава Тебе за сие избрание! Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешным! Создавший меня Господь, помилуй меня! Бесчиславе, ты грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй! Ты, Господи, благоволил войти нам в первый день Великого Поста в семь недель! Благослови нас благополучно окончить его и встретить радостно Пасху Христову! Вопия, Христос воскрес! Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Псалом 20, 21. Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Вдалеке от спасения моего слова вопля моего, Боже мой! Я вопию днем, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения! Но Ты, святой, живешь среди словословий Израиля! На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавляла их! К Тебе взывали они, и были спасаемы! На Тебя уповали, и не оставались в стыде! Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе! Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но Ты извел меня из черева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На Тебя оставлен я от утроба, от черева матери моей. Ты, Бог мой, не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные восстанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчащий, добычий и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск во мне, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прерпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть кости мои. А они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жеребий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Добрый день. Здравствуйте. Вы хотели что-то сказать? Я спрашиваю вас, зачем вы это делаете? За тем, что вот эта рулетка, это Содом и Гаморра, здесь открыто творят блуд, половина раздетая, занимаются открыто анонизмом, безумие сплошное, матерятся, почти все курят, половина раздетая, 80% мусульмане, которые только для блуда, как будто бы собрались. И мы спустились в эту бездну греха, чтобы людям рассказать о Боге, что так жить нельзя. Я уже в втором месте здесь нахожусь, и уже около 10 человек нашлось, которые желают жить по-другому. Ну а зачем менять шло на мыло? Все равно Бога нету. Какой смысл заниматься? Правильно. Вы в Псалтире, вот сейчас считали мы, 13-й Псалом, 52-й говорит, и сказал... Я побольше вас прочитал в этом плане. Так, обождите. Вы еще не родились, а я уже работал на этом поприще. 56 лет проповедник. Я больше знаю. Вы самохвал. Вы не прошли мой путь. Мой путь во мнизе. Вы не знаете мой путь. Псалом 13-й говорит, сказал безумие... Если бы не знали больше меня, вы бы не остановились на православии. Еще раз говорю, сказал безумие в сердце своем. На вере в Бога вы бы не остановились в том-то и деле. Вы одно предложение не можете выслушать. Сатана мучает вас. Я не слушаю вас. Я знаю, что он уступил. Сказал безумие в сердце своем. Нет Бога. Безумие. 3000 лет назад. Это уже сказано. А почему? Они совершили гнусные преступления. Нет дела еще добра. Нет, нет. Вот и причина. Бога нет. Ни за что отвечать не хотите. Причина одна. Разврать еще. Матерюсь. Сквернословлю. И не отвечать не буду. Бог есть. Еще Лермонт написал, есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья. Он ждет. Сказать, что вы лучше понимаете Бога, чем кто-то другой? Я не могу сказать, что как. Все понимают. Но слово Божие открыто говорит. Будет Божий суд. Чтобы соответственно воздать каждому по делам. А зачем ему это делать? У него какие-то проблемы с этим или что? Вам зачем показывать свою глупость-то? Зачем? Нет, ну просто это простой вопрос. Да не простой это вопрос. Вопрос, который... Чем Богу что-то устраивать и делать какие-то глупые суды? Для чего? Чтобы кого-то покарать? А вы слушать умеете? Ну просто я знаю все ваши ответы, поэтому... А вы их не знаете. Как раз не знаете. Иначе бы вы не задавали. Ну, я вам могу сказать, что у меня образование философия религии. Знаете? О, это философия глупости. Философия одна. Филя любить. Что мудрость? А мудрость Господь. Вы знаете, как вообще переводится хотя бы философия? Конечно. Любить мудрость. Любить мудрость. Два слова. Греческие слова. А это что такое философия даже? Философия самая большая то, что Христос сотворил человека, дал жизнь ему, и человек согрешил. А он отдал Сына Своего за нас, Иисуса Христа распятого. Вот что. А премудрость Соломон говорит, глуп тот, кто дает ответ, не выслушав. Не, я просто спрашиваю у вас, вы действительно образованный, или вы просто фанатик? Я и фанатик, и экстремист, и проповедник 56 лет. А уверовал по Евангелию. Вы же не знаете смысл слова, философия, как она переводится. Другого нет, одно, один перевод. Это греческие слова, вы греческий язык не знаете, пытаетесь учить. Я не знаю, но я знаю классические термины. Когда я обратился к Богу в 23 года, я в это время занимался на семи языках. А вы меня учите. Звание ваше какое? Хорошо. Но философию-то вы должны знать. Хорошо, слушайте, вы зайдите на наш YouTube, он называется «Восвете Библии». Да не будете. Не будете, говорит. Мудрый знает, да спросит, а глупый и не знает, не спросит. Нет, я просто смотрю сразу, если человек проповедник, если он не знает классическую философию, которую преподает в академических кругах, то значит человек фанатик. Это означает следующее. В 91 году были отменены экзамены по истории во всех университетах. И ответ такой был в газете «Известия». История страны чудовищно искажена. Вот так ваша философия чудовищно искажена. В смысле не искажена? Самая мудрость, вот скажите, сколько мне лет, по-вашему, философ? Ну-ка. Ну, не знаю, совершенно не важно. Это важно, важно. На ваш глаз, вы философ узнаете. Скажите, сколько примерно по виду мне? Я не могу сказать, что я знаю философию, но я знаю определение философии. Ну, я вам скажу. Слушайте внимательно. Я живу в городе Барнауля, звать меня Лапкин Игнатий. Мне 10 июня будет 80 лет. Я сознательно пошел за господь. А Жак Фреско? Жак Фреско, пожалуйста. Я не закончил. Предложение выслушайте. Зачем дело лучше, чем вы даже. Философия вам почему не помогает вести себя нормально? Нет, я просто знаю, что с вами диалог не получится. Да диалога нет. Я вам скажу, что вы себя маленько-то... Диалога с вами не будет. Вы что, не слышите? Вы несетесь на своей волне. Я говорю вам, послушайте. Вы держите там из своей Библии и так далее. Да не Библия, я хочу... Если вы хотите поговорить просто по-человечески, поэтому я не даю вам сказать. Вы наркотики не принимаете случайно? Нет. Что у вас так это? Язык-то без тормозов. Я говорю, в 23 года... Я же вам объяснил. Я объясняю. В 23 года сознательно я пришел по Евангелию. У меня за плечами 5 тюрем и лагерь. 26. За слово Божие. А вы зарядите, Игнатий Лапкин, вы увидите фильмы государственные, занятшие первое место на международном киноконкурсе. Вы зайдите на мой сайт, увидите, у меня 43 книги изданы. Вы посмотрите Жака Фреско. Я еще раз говорю. Мы проехали смессионерскую поездку. Он промышленный дизайнер и социальный инженер. 104 года. Он лучше вас выглядел даже в 104 года. Бернард Шоу кто такой? Ну, не будем там об медийных людях. Бернарда Шоу даже не... Он говорит о реальном человеке, который был против... Хорошо. ...бога и боговерующих людей. Кто такой Бернард Шоу? Он был инженером, который создавал благо для нашей цивилизации. Да какое благо-то, когда у Бога не... В Бога не верите? Какое благо вам? Зачем оно нужно? С червям в могиле? Причем туда... Зачем сразу в могиле? А куда? Вы как будто уже в могиле, что ли? Вы умрете, как все. И что? Да, и что здесь такое? А еще мы явитесь на суд Божий. Вы там ничего нет. Вместе с дьяволом в огне будете гореть. А в каком мире жил, в таком и являлся. А это какой-то мир. Война на каждом шагу. С каким дьяволом? Где? Я не верю ни в дьявол, а не в Бога. Бесы веруют и трепещут. Если я не верю, зачем мне об этом думать вообще? Бесы веруют и трепещут. Вы чего себя хуже бесов делаете-то? Я не знаю, кто такие бесы. Это ваши просто какие-то сказки. А вы слышали Владимира Владимировича Путина? Кто такой? Не слышать его не хочу. Не хотите слышать? А вы слышали про Норд-Ост? Что там было? Ну и что? А он говорит, впервые я не знаю, что делать. И встал на колени, перед иконами стал молиться. Да, да, да. О, Господи. Какой прям весь святой царь у нас. Да. Во всяком случае, не хуже других. Один дурачок сдал Россию, блин, отдал войну, блин. Второй, блин, на колени становится перед террористами. Не знает, что сделать. Нормально живет. Вот так. А вы определите, знаем или не знаем. Если вы не знаете, для чего живете. Цели-то никакой нету. Почему я прекрасно знаю? Вы не знаете. Вы ее не достигнете, если она сегодня окончится ваша жизнь. Я сделаю все, что смогу. А ничего вы не сделаете. Потому что, если вы посмотрели, рассуждение Воланда с Берлионом, когда говорили. Вы что сделали для нашего общества, чтобы оно было лучше? Да. Вот теперь откройте, что я вам говорю, вы увидите, что я сделал. 45 лет. Начальник детского лагеря. Бесплатно тысячи детей поднять. Откройте сначала, Игнатий Лапкин. И как вы их поднимали? И вы им прививали эту свою религиозную идею? А вы зайдите там. И считаете, что это нормальные люди? Вы узнаете. Нам в будущем инженеры. В инженерном обществе нам такие не нужны люди. Зарядите фильм. Фильм зарядите. Предчувствие и златоуст из Потеряевки. Фильмы заняты. Если вы воспитывали детей в каком-то православном, религиозном, фанатичном ключе, такие люди не нужны для современного общества. Тем более для будущего общества. Не нужны. Вам блудницы нужны, здесь вы находитесь? Нам нужны инженера. Нам нужны хорошие, креативные, творческие личности. Блудники нужны. Воры нужны сегодня. Вот что спроса. Слышите, что я им говорю? Нам нужны инженера и креативные личности. Кому это вам? Кому это вам они нужны? Инженерии и промышленный дизайн. Вот что нужно для людей. Для людей нужно знать Бога, жить для Бога. Все инженерами быть не могут. Нужны те, которые выращивают хлеб. А мы с нуля православную деревню строим. Ни один не курит, не пьет, не матерится, не ворует, не лжет. Воры ничего выращивать не надо будет. Биоинженерия дойдет до такой точки, когда все продукты будут вот так вот создаваться. Вот прямо. Я думал, у вас маленький ущерб, а там разговаривать не о чем. Из угля будут делать. Вы этого не увидите, но я это, скорее всего, еще увижу. Лет через 20-30. А мед из чего будет делать? И мед из чего? Мед уже делается из патоки. Из чего? Из чего? А паток это из чего? Вы знаете, что такое молекулярная химия? Еще бы. Знаете, едет татарин. Не шагают таким темпом, что через 50 лет нам не нужны будут поля никакие. И 50 лет-то не будет. Мы стоим на грани катастрофы. Вот что может быть. На грани Третьей мировой, когда два... Человек, знаете, сколько раз стоял на грани катастрофы? Девять процентов, так мало. Два... Восемьдесят девять. Я не знаю, где вы такие вообще находите статистику такую. Кто вот вам сказал? Я жил пять лет в религиозном обществе. Я наслушался от вас такой дребетень. Мы наслушались еще. Вы где-то цифры придумываете, постоянно придумываете статистику, верите, где-то что-то прочитаете. Ну ладно, давайте расстанемся, давайте расстанемся. Все, тишина. Не, вы... Тишина. Попробуйте, попробуйте мелчать. Лучше людям рассказывайте хотя бы про философию. Разрежьте... Лучше людям говорите о правильном моральном поведении. Две минуты, давайте помолчим. Стопы, выгоните на тему бесов. Две минуты помолчать. Это все у детей не полнейшее. Две минуты попробуем помолчать вместе. Зачем? Да я не хочу я молчать. Мне это не надо. Чего мне с вами молчать? Если вы не понимаете жизнь, то и другим не надо прививать какие-то проблемы. Если у вас серьезные проблемы, сами с ними разберитесь. Счастливо. Вот, брат, какое дело-то. Наткнулся на какого человека? Полностью одержимый знаниями. Фальшивыми. Господи Божий наш, слава Тебе. Хвала Тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение. Во веки веков. Аминь. Господи, слава Тебе. Господи, хвала Тебе. Аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне, грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец, ты грешил, Господи. Прости меня, грешного. И помилуй. Истина Твоя велика, Господи. И кому открылась мышца, Господи? Нет большего наказания от Тебя, Господи, как остаться без Тебя. Велик Ты, достохвален, Господи, и восхваляем от вышних и до нижних. И перед Тобой, Господи, преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Какое горе людям не знать Тебя. Они ничего не знают, кроме того, что знают бессловесные животные. И этим расцлевают себя. Господи, прости нас, грешных, и помилуй. Милости Твоей полна земля, Господи. Какое великое счастье знать Тебя, поклоняться Тебе, любить Тебя и жить по Твоим святым заповедям евангельским. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меща душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от врагов и недорогов, услышав избавь меня. Буду возвещать имя Твое, братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Якова прославь Его, да благоговеет перед Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренебрег в скорби страждущего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда сей воззвал к Нему. А Тебе хвала моя в собрании великом. Воздам обеты мои перед боящимися Его. Да едят бедные, насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца Ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся перед Тобою все племена язычников. Ибо Господний есть царство, и Он владыка над народами. будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся перед Ним все нисходящие в персть и немогущие сохранить жизни своей. Потом с вами будут служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся. Что сотворил Господь? Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Евангелие от Матфея, глава 21. И когда приблизился к Иерусалиму и пришли к Вифагию, к горе Леонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла. И тотчас найдете привязанную ослицу и молодого осла с нею, отвязав, приведите его ко мне. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе! Какой мрак! Куда, Господи, Ты позволил зайти? Ничего не соображают, ни о чем не размышляют. Без Тебя, Господи, какая жизнь! Все же сие было, да сбудется речено через пророка, который говорит, «Скажите через Ионовой, сед, царь Твой, грядет к Тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремны! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» Ученики пошли и поступили так, как повелел имя Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народов постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал, «Ассанна сыну Давидову! Благословен грядущего имя Господня! Ассанна Вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили, «Кто сей?» Народ же говорил, «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, опрокинул столы миновщиков из камни продающих голубей. И говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников, и приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Иисус сотворил, и детей восклицающих в храме и говорящих Ассана, сыну Давидову, вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу и, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя вовек плода». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и гореться и скажете, поднимись и ввергись в море, будет и все, чего не попросите в молитве с верою, получите и когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю». Крещение Янова откуда было? С небес или от человеков? А они же рассуждали между собою, если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если скажу, сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем», сказал им и он, «И я вам не скажу, какой властью это делаю». И как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ, «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят, «Он первый». Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мы, тари и блудницы, вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему. А мы, тари и блудницы, поверили Ему. Вы же, и видя это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем тащило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградаре, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал им других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник когдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои? Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвержили строители, тот самый сделался главой угла, это от Господа, и ездивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от них Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И слыша эту притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, хвала тебе, Господи, счастье и поклонения, слава и благодарения. Ты позволил нам, Господи, войти в это ущелье тьмы и мрака, заблуждения и прелюбодеяния, безбожества и насилия, чтобы возвестить людям о спасении Твоем. Ибо бесы веруют и трепещут, а человек не верует и не трепещет. Прости нас, Господи! И ничего не знают, а что знают по природе, как бессловесное животное, тем растлевают себя. Аллилуйя! Благодарю тебя, мой Господь! Ты великий дивин! Хвала тебе, Господи! Прости, помилуй и благослови! Милости Твои полна земля, Господи! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе!